Мадлен Астер, урожденная Мадлен Талмейдж Форс, появилась на свет в 1893 году в Нью-Йорке. Семья этой девочки была далеко не бедной. Мама была аристократкой из высших слоев Нью-Йоркского общества, а отец владел весьма и весьма успешной судоходной компанией. Мадлен была яркой представительницей общества своего времени. Дорогая одежда, роскошная жизнь, автомобили, яхты. Ее по праву считали одной из самых красивых дебютанток того сезона. Избранником ее стал полковник Джон Джейкоб Астер IV. Он был баснословно богат и разделял все увлечения своей новоиспеченной избранницы. Несмотря на огромную разницу в возрасте в 30 лет, эти двое искренне и страстно полюбили друг друга и вскоре обручились. В январе 1912 года молодожены отправились в путешествие, чтобы провести медовый месяц. Мадлен и Джон искололисили всю Европу и достигли в конце концов Египта, где им пришлось несколько задержаться. Все дело было в том, что миссис Астер ждала первенца и не особо хорошо себя чувствовала. Она хотела вернуться домой, чтобы родить малыша на родине. Астеры в последний момент успели купить билет на злосчастный Титаник. В их огромном люксе были невероятные, роскошнейшие гостиные, отдельная прогулочная палуба, ванная комната, отделанная мрамором. Один билет в салон первого класса Титаника тогда стоил 4 350 долларов. Сегодня это эквивалентно примерно 50 тысячам долларов. Вечером 14 апреля 1912 года Джон Астер зашел в каюту и сообщил, что корабль наткнулся на айсберг, но капитан заверил его в том, что повреждения несущественные, волноваться не о чем. На всякий случай попросил жену облачиться в спасательный жилет. Мадлен, ее горничная и медсестра сели в шлюпку под номером 4. Джон желал сопровождать жену, сказав, что она в интересном положении, однако ему не позволили, заявив, что пока сажают лишь только женщин и детей, а мужчин после. Астер записал номер шлюпки, в которую села жена и, поцеловав, сказал, что потом отыщет ее. В тот момент никто и не подозревал, что это был последний раз, когда они были вместе. Всего час спустя Джон Джейкоб Астер IV и его камердинер утонули вместе с кораблем. Тело Астера нашли неделю спустя. В его карманах были именные золотые часы, носовой платок с вышитыми инициалами и 2500 долларов наличными. Огромный лайнер шел ко дну, образуя водоворот. Лодка, в которой находились Мадлен и другие, могла быть затянута в эту воронку. Она схватила весло, другая женщина также, и они стали отчаянно грести прочь. Ледяная вода хлынула в лодку, все кричали, Мадлен хладнокровно, стиснув зубы, продолжала грести. Как только водоворот улегся, они вернулись в этот район, чтобы найти выживших. Их лодка подобрала шесть человек, двое не выжили. По словам соседей по лодке, миссис Астер проявляла все время величайшую мужество и стойкость. Как и многие спасенные с ней женщины, она и не подозревала, что стала вдовой. После возвращения в Нью-Йорк у Мадлен брали интервью. Вот тогда она поведала, что села в одну из последних шлюпок. По ее словам, в лодку можно было посадить еще человек пятнадцать, и без особого стеснения. Она так и не поняла, почему же мужчинам не разрешили в них садиться. Кроме того, сказала, что многие мужчины вовсе не стремились даже занять места в лодках. Почему, она тогда не понимала. Не понимает и сейчас. Рано оставшаяся вдовой молодая женщина держалась вдали от публики. Она оплакивала горе наедине с собой. Врачи прописали ей до конца беременности постельный режим. Миссис Астер, несмотря на весь пережитый ею ужас, родила в срок здорового мальчика, которого назвала в честь отца. Судьба юной вдовы интересовала все нью-йоркские газеты. Конечно, вызывала особое любопытство состояние Астера, которое достанется юной вдове. Основную часть своего состояния он оставил старшему сыну от первого брака. Мадлен досталось 100 тысяч долларов. Сегодня это примерно 2 миллиона 750 тысяч. И роскошный особняк на Пятой авене в Нью-Йорке. Неродившемуся ребенку был завещан трастовый фонд в размере 5 миллионов долларов. И все это при условии, что Мадлен больше никогда не выйдет замуж. И все уже 4 года спустя она вышла замуж вторично за друга детства Уильяма Карла Дика. Она потеряла дом, трастовый фонд, знаменитую фамилию, доказав всем, что деньги – ничто. Главное для нее – любовь и семья. Супруги прожили счастливо в браке 17 лет и вырастили двух прекрасных сыновей. Но брак распался в 1933 году. Всего через несколько месяцев Мадлен вновь попробовала попытать счастье в личной жизни. Она вышла замуж за своего третьего мужа, итальянского актера Энса Фермонте. Увы, ей не случилось долго наслаждаться жизнью. Всего 7 лет спустя она скончалась от болезни сердца. Мадлен было всего 46. Не обретя личного счастья, она обрела славу самой известной и одной из самых трагических вдов величайшей морской катастрофы в истории человечества. Печать этой трагедии, казалось, наложила отпечаток на всю ее недолгую жизнь и оставалась с ней до конца ее дней.